Крупнейшая ежедневная газета Германии «Таблоид Бильд» называет абсурдом обсуждение того, выросло ли значение Лукашенко после звонков Меркель. Я думаю, что сам Папа Римский позвонил бы дьяволу, чтобы спасти людей в беде. И неважно, как он к нему обратился бы. Князь тьмы, лорд дьявола, лорд воплощённый. Меркель поговорила с белорусским дьяволом, который мучает и переправляет беспомощных людей к границам Польши. В переговорах с дьяволом важно не терять самообладание. Бросить телефонную трубку – худшее, что можно сделать. Нельзя терять связь с дьяволом. Франкфурта Альгемайна цитирует свои колонки эксперта по России Штефана Майстера из немецкого общества внешней политики. По его словам, грубое заблуждение полагать, что Лукашенко управляется Кремлём. Ещё в 2010 году Лукашенко думал о возможности оказать давление на ЕС с помощью беженцев. И теперь он реализовал эту идею. Примером для него, вероятно, послужила Турция. Лукашенко заинтересован в том, чтобы заставить Запад говорить с ним. Если ему звонит Ангела Меркель, для него это успех. Потому что он хочет выйти из своей изоляции и таким образом сохранить хоть какую-то долю независимости. Комментатор издания Decide пишет, что восточные рубежи Евросоюза от Балтийского до Чёрного моря уже долгое время являются целью многочисленных атак. Украина борется с сепаратистами, Балтия и Польша сталкиваются с кибератаками и фейками, а российский Газпром шантажирует Молдову. И беспричинно доставленные страдания мигрантам в Беларуси вписываются в эту картину. Право на убежище становится инструментом геополитических дебатов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова